Итак, самый важный навык для роллеров, которые уже умеют кататься Ну как, контролирую свои ролики более-менее Научиться тормозить Первый вариант, плуг Самый важный, самый базовый вариант торможения, который используют все Потом его не используют, потому что он не настолько безопасен на высоких скоростях То есть для маленьких скоростей самое идеальное торможение для новичков Он не такой опасный, как разворот, в принципе Ну и его более-менее легко выучить В чем прикол? Он очень сильно напрягает ноги То есть вы еще прокачаете за счет него Начинаем, едем вперед Ноги ставим шире, то есть обычная стойка ваша Разъезжаемся, как делаете, семечко Пытаетесь свести ноги, но при этом сопротивляетесь За счет этого происходит торможение, за счет напряжения ваших мышц Что вы должны делать? Чуть-чуть задницу отклонить назад, чтобы вас не кинуло вперед И сопротивляться тому, чтобы ноги сходились Как это делается? Вы давите пятками И при этом держите ноги, чтобы они у вас не сходили с носочками Как-то напрягая мышцы Я не знаю какие, но много мышц задействуется Поэтому Это достаточно трудное упражнение Самое главное, делайте перерывы Потому что мышцы стабилизатора еще не привыкли И вы просто в какой-то момент Настолько устанете, что сможете просто упасть Да, как вы делаете это упражнение? Вы набираете скорость, просто набираете Ставите ноги чуть шире, при этом контролируете их Они у вас параллельны сейчас, ни одна впереди И начинаете по чуть-чуть их сводить Но при этом контролируете, чтобы они не сходились Потому что если вы сделаете вот так Просто упадете, потому что они столкнутся А вы еще достаточно большую скорость имеете На данный момент инерция вас В асфальт То есть вы должны не сильно напрягаться Сначала медленно делать это торможение Чтобы просто приучиться вот так вот ехать И при этом мышцы должны напрягаться здесь Если вы это почувствовали, значит у вас более-менее все правильно Потом просто напрягайте ноги сильнее И торможение будет быстрее Ноги можно заваливать, колеса вовнутрь где-то вот так вот То есть достаточно сильно При этом если у вас колеса скользкие Будьте аккуратны, потому что могут вообще выехать Но это в принципе все Когда вы так потренируетесь Вы сами поймете, что все уже научились Если не научились, продолжайте практиковаться Следующий вариант торможения такой не очень безопасный Его сложно делать достаточно Но все новички его делают Я в том числе его делал до того, как научился делать тест-топ Он делается исключительно на низкой скорости Запомните, нельзя его на большой Как он делается? Вы едете прямо и чуть-чуть меняете угол движения При этом у вас одна нога, левая ведущая, едет в эту сторону А другая разворачивается То есть вы можете сразу развернуть ее Перед поворотом Можете по ходу до поворота просто ее довернуть Делается это или на всей ноге аккуратно Или на носочке Вы можете вот приучиться В общем, как он выглядит Разворот это, торможение разворотом Просто едете, подставляете ногу И крутитесь В конце вы должны прокрутиться прям вот полностью Именно поэтому он делается на маленькой скорости При этом у вас должны ноги примерно вот так вот гнуться Если у вас гнуться вот так, вообще идеально Вы должны понимать самое главное Что вес находится на внешней ноге То есть которая едет по радиусу Которая не меняет свое направление То есть вторую вы переставляете А на этой весь вес При этом, конечно же, вы не должны забывать Что корпус должен при этом вращаться Когда он будет вращаться, я точно не скажу вам Но он должен вернуться достаточно далеко Чтобы у вас и бедра легче было выкрутить И держать баланс При этом вы как бы чуть-чуть вперед наклоняетесь Чтобы вас не выбросило Потому что если вы превысите чуть больше скорость Можете просто назад упасть И при этом с большим таким С большей нагрузкой вы упадете Это будет очень неприятно, очень больно Следующий вариант торможения Самый лучший Его используют как профессионалы Так и вы должны использовать Потому что он самый надежный Самый достаточно быстро останавливаемый вас В общем, безопасный И 100% остановит на любом покрытии Даже если оно неровное Делается он просто подставив ногу сзади Как вы должны его учить Или просто едете И чуть-чуть заворачиваете ногу Чтобы она у вас перпендикулярно встала При этом очень важно Уметь кататься на одной ноге хорошо Ну как Просто долго вы должны на ней ехать Когда оттолкнулись Вот Не подставлять вторую Пытайтесь как можно дольше проехаться так Это очень важно В этом лично мне помогали перебежки То есть я сначала научился их делать Вот так вот ногу переставляете И едете Так у вас больше начинается баланс на обе стороны То есть вы не боитесь маневрировать ногой Как вы уже поняли Нагрузка на ведущей ноге На тормозящей практически нет За счет этого Вы Меньше вероятность Что вы развернетесь Когда вы будете тормозить Потому что это очень часто случается Вы делаете неравномерную нагрузку на ногу И вас в определенный момент просто выворачивает И вы можете еще упасть Поэтому делайте на средней скорости И максимально мягко тормозите Меньше нагрузку старайтесь делать При этом Можно делать такое упражнение Выпады Просто становитесь как первое упражнение Надеюсь вы помните Просто падаете вперед Но ногу не поставляете Оттянете Как можно меньше веса на ней держите И при этом старайтесь Сильнее ноги сгинать Потому что иначе Баланс такого не будет у вас На что еще обращать внимание Это на корпус Он должен быть повернут Вот в эту сторону Чтобы у вас бедра нормально Тоже поворачивались И вы балансировали Более природно При этом руки можно поднимать Примерно так держать Одна вперед Другая чуть-чуть вбок Так вам будет легче Держать баланс с этой стороны Когда у вас более-менее получается Не разворачивает Делайте это на большей скорости И тормозной путь Делайте достаточно большой После того как большой тормозной путь получается Можете прижимать ногу сильнее Но начинайте с более-менее такой скорости Которую вы контролируете С которой не будет больно упасть Еще одно упражнение Которое практикуют в интернете Это собачий хвост Не знаю почему так назвали Вы же не будете так вилять ногой быстро Просто держитесь за что-то И начинаете вот так вот вводить ногу Скорее всего это сделано для того Чтобы во-первых у вас растянулось все тут И вы привыкли более-менее к такому положению Потому что очень важно Именно привыкание Что у вас нагрузка вся здесь А здесь вы как бы контролируете свое торможение Когда вас куда-то начинает вести вбок Ну то есть по идее У вас нога должна контролировать торможение Именно вот такими движениями Если вас куда-то начинает вести Вариантов изучения несколько Есть такой вариант Когда вы ставите ногу Как можно ближе к другому ролику Но мне больше нравится вариант Когда вы ногу ставите дальше При этом передняя сгибается достаточно сильно Чтобы вы почувствовали Что вес именно на ней Так меньше вариантов Возможности что вы упадете Вас раскрутят Как по мне А там как получится так и делайте